Власти наши сделали подарок россиянам под выборы или просто под доброте душевной, я уж не знаю, но с 1 февраля в Великой и Могучей проиндексировали соцвыплаты аж на 2,5%. Ребята, браво! Браво, давайте поаплодируем! Такое решение слуг народа действительно стоит искупать в овациях, и сейчас поймете почему. А дело в том, что в абсолютных цифрах, если пересчитать проценты в деньги, на 25-30 рублей люди больше получать станут Евпатий Калаврат. Это ли не счастье? Это ли не очередной пола для гордости? Начинаем! Теперь понимаете, почему чинуши обычно не цифрами конкретными оперируют, а какими-то там процентами? А это очень удобно, потому что ватнику, сидящему перед телевизором, в принципе непонятно о чем речь, зато при такой подаче материала каким-нибудь Киселевым, человек железобетонно усвоит для себя главное, повысили что-то там на целых 2,5%. Ай, спасибо! Ай, заботятся о нас не то, что либералы эти, которые только наговаривают на благодетелей. Вот я очень хочу, чтобы те, кто принял это решение, сами как-то попытались прожить на эти деньги. Более 15 миллионов ветеранов, льготников, людей с ограниченной возможностью, возможностями живут на пособие чуть более 1 тысячи рублей. Но это еще не все, санкции же против нас расширили. В начале недели США обнародовали уникальный документ, так называемый Кремлевский доклад. В новом санкционном списке 210 фамилий наших соотечественников, 96 олигархов и 114 чиновников. Главным образом это наиболее богатые, наиболее влиятельные люди России во главе с премьером Димоном. Шуметь по этому поводу всякие эксперты начали в тот же день, мол, что это было? Новый виток экономической войны против России, матушки? Или так попугать решили, тем более, что основная часть доклада засекречена? Каких версий только не выдвигалось, вплоть до самых абсурдных. Да боятся они нас, потому что мы для них серьезный конкурент. Хотя для меня слышать такое всегда смешно. Ну как американцы могут нас бояться и считать конкурентами? У них вторая экономика в мире, а у нас то ли 13-я, то ли 15-я. Причем наш ВВП в 12 раз ниже. Но это, знаете, из разряда, когда владелец какого-нибудь гипермаркета Ашана вдруг начинает беспокоиться по поводу появления по соседству ларька у Ашота. Сейчас будут подробности, это реальная журналистика. Поехали! А самое смешное, что я так нигде и не услышал конкретики на тему нового санкционного списка. Это сплошные домыслы и ложь. Даже первое лицо как-то там неудачно отшутился по этому поводу, остальные затем подхватили эту шутку. А вот теперь давайте я вам расскажу свою версию и что-то мне подсказывает, что она наиболее близка к правде. Итак, а вы вообще задумывались, почему санкции американцы вводят не в отношении страны в целом, а в отношении конкретных людей? Наиболее богатых, повторюсь, наиболее влиятельных, у которых есть какие-то счета, у которых есть бизнес, у которых есть недвижимость. И считайте, не в Сбербанке, а недвижимость в бизнес не в Москве и не в Подмосковье, а, например, в Бенков, Нью-Йорк, на Гавайях или еще где-то. И это не 30 серебряников, это то, что нажито непосильным трудом вышеупомянутыми товарищами за 26 лет существования Новой России, выведено затем за рубеж. Вопрос, так почему именно эти люди и чего на самом деле хотят американцы? Путин везде расставил лояльных себе людей, чьи доходы и уровень жизни зависят от его желания позволить им стать бенефициарами его правления. Я думаю, что из этих докладов станет ясно, что есть группа приближенных олигархов, которые контролируют национальные богатства благодаря своим отношениям с Путиным. Вот, это те самые люди, от которых в нашей стране зависит, если не все, то многое. Они принимают решения, и вот теперь эти люди в заложниках у Запада. Их счета, личные счета, могут быть арестованы в любую секунду. На их тамошний бизнес и недвижимость может быть наложен арест в любой момент. Так зачем это американцам? Внимание! Ну, геополитическое пространство само по себе. Что это такое? А это 50-летняя война между евреями, то есть израильтянами, и арабами, то есть палестинцами. За какие территории? Вот такусенькие. А чего хотят японцы? Вот они вцепились в эти острова, острова и так далее. Бинго! Ребята, вот и ответ. Если кто-то думает, что США занимается какой-то хитрой внешней политикой, дочихать они хотели на политику. Они капиталисты до мозга костей, и все, что их интересует, это бабло. А теперь давайте прикинем, что такое Россия. Это ведь только мы думаем, что мы великая держава, да нет. Мы одна большая бензоколонка, а взяв в заложники отдельных влиятельных топ-менеджеров этой бензоколонки, которым есть что терять, этих людей запросто можно будет убедить, согласиться, например, на приватизацию наших заводов, газопроводов, лесов, полей, рек за 3 копейки под видом инвестиций, конечно. И получай потом от этого сверхприбыли. Вот и все. Вот и весь смысл кремлевского доклада, а мы их за дураков предпочитаем считать. Вы пока думайте, а мы продолжаем. Чинуши наши, впрочем, народу по ушам ездят, рассказывая какие-то байки про вставание с колен. Вот одна из последних. На фоне очередной порции санкций они решили собственную промышленность поднимать, ну если там еще есть что поднимать. А дальше я просто смеялся. Никогда не угадайте, на какие шиши они это сделать собираются. Ну денег-то нет, их реально нет. За счет недавно созданного фонда развития и поддержки промышленности мы это сделаем, отрапортовали в Минеке. И вот теперь самая смешная часть анекдота. А знаете, сколько денег в том фонде? 20 миллиардов рублей. Чтобы вы понимали, строительство Крымского моста 225 миллиардов стоит. Еще до начала встречи представители почти 40 рязанских предприятий внимательно изучали графики и цифры. Они знакомились с целями создания и структурой нового регионального фонда. Как заверила депутат Ублдумы Татьяна Гусева, политика фонда пока формируется и во многом зависит от активности самих промышленников. Пока заложили бюджет в 50 миллионов рублей. О сумме можно спорить, она большая или маленькая. И мы сейчас определяемся, куда она будет, как она может быть использована всеми предприятиями. И вот цель сегодняшней встречи – выяснить потребности предприятий. Ну а это был просто уточняющий пример. В Рязани 50 миллионов из того фонда выделили на развитие 40 предприятий. Дальше что-то говорить или сами додумаете? Зато депутаты Госдумы в это время заняты обсуждением по-настоящему важных вопросов. Каких? А в прокат вышел художественный фильм «Смерть Сталина». По этому поводу 24 января на охотном ряду на полном серьезе разгорелись нешуточные споры. Вопрос даже в повестку дня внесли. Больше часа рубились кулаком по столу, а по столу некоторые громко стучали. Думаю, что прав Никита Михалков, что надо заставить всех посмотреть эту гадость. Когда Сталин лежит в луже мочи, а вокруг него уроды, которые делят власть. И ни одного положительного героя. И никого, на ком можно было бы остановить глаз. И народ урод, и страна урод, и руководители его тоже уроды. Знаете, сейчас на минуточку представил себе американский конгресс, где, например, на фоне угрозы обрушения банка Лемон Бразерс ведется шумная дискуссия о предстоящих в России съемках фильма «О елки». Не, я правда не могу комментировать этот бред без улыбки. Дальше поехали. Впрочем, а че я удивляюсь? У нас вон весь прошлый год одна депутатша воевала с киношниками. В Питере в итоге какой-то дурак бросил бутылку с зажигательной смесью в окно офиса режиссера-учителя. В Екатеринбурге другой дурак въехал на УАЗике в здание кинотеатра и поджег. Его никто не пострадал только по счастливой случайности. А еще какие-то отморозки рассылали прокатчикам письма с угрозами «покажете Матильду, устроим теракт». При этом самой депутатши-провокаторши даже штрафа никто не выписал после. Кстати, а вы в курсе, что она книгу написала и презентовала на днях? Честно. Книга называется «Преданность вере и отечеству», а в аннотации сказано, что имя Поклонской будет навечно вписано в историю России. Вот блин, куда мы катимся? У нас в Герои записывают людей уже, которые предали свою родину, я сейчас об Украине говорю. И о том, что Поклонская, если вдруг кто заступится за нее захочет, это вообще-то не просто рядовая крымчанка. Это человек, который носил погоны, присягал той Украине, а в сложный для страны момент, хотя это всего лишь мое оценочное суждение, ладно, закругляться пора, и это была реальная журналистика сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе, ссылка на нее сверху, интересного, но грустного еще больше. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть о чем подумать, есть что почитать в друзья, добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Россия дает данные ВТО и ВООН, как каждая страна. Соседняя Германия, мы туда продаем достаточно большое количество нефтепродуктов и нефти. По данным нашей федеральной таможенной службы, начали в 2015 году, и как и Россия отчиталась, мы продали на 9,6 или 7 миллиардов долларов. По данным Германии, в то же ВТО и ВООН, Германия купила в Российской Федерации на 27,6 миллиардов долларов.